Ставрополь 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 мая они еще простоят, они совсем не отцветают. Потом мы посадили, кроме тюльпанов, виолы, маргаритки. И виолы часто цветут буквально на днях перед 9 мая, должны зацвести необыкновенно своей красотой, будут радовать всех гостей и жителей города. Это бирюзовые расцветки, желтые, фиолетовые, розовые, всех цветов. Потом розово-красно-белые, маргаритки, незабудки голубые. То есть все эти, вся эта цветочная продукция высаживалась в зиму. А вот знаете, есть такой анекдот, сначала не буду его рассказать, там в концовке. Представь, ты работаешь на заводе и идешь, а вокруг станки, 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 станки. Вот вас, вы работаете в городе Ленстроя, и когда цветы, 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 они вас продолжают радовать вообще? Знаете, конечно, больше видишь плохого, чем хорошего, потому что там что-то не убрано, там недопалили, еще какие-то, видишь, такие зацепки не очень хорошие. Но когда вот в прошлом году приезжали к нам жители, гости нашего города, со всех уголков страны, которых я водила и показывала наши клумбы, то действительно была горда за наш коллектив, который смог сохранить город и сделать таким красивым. Ну и тем не менее, когда вам дарят цветы, вас такой подарок радует? Или вы опять цветы? Да нет, еще радует. Продолжим. На майские праздники мы сказали, что будет. А вот сейчас тюльпаны отцвеливы, луковицы собрали, убрали и до осени, да? А как вообще вот эта пересадка происходит? Потому что мы видим, цветут одни цветы, через какое-то время уже другие цветы зацвели, через третьи новые. И каждый раз, сохраняя какой-то общий рисунок, но вот сами цветы меняются на клумбах. Ну дважды год мы меняем цветочный убранство, цветочный ряд нашего города, мы дважды год меняем. Как только отцветают весенние цветы, где-то с начала мая, уже через неделю мы начинаем высаживать первые летние культуры. Это к 9 мая зажгут буквально город ярко-красная сальвия, в перемешку снежно-голубым небесным агератумом. Ой, знать бы еще, что это за цветы, чтобы приходить и рассказывать сознанием дела, это сальвия, это агератум. Перед 9 мая вы это все увидите. Какие-то желтые, какие-то красные, какие-то синие, непонятно. И желтый такой яркий, и желтый тагетис. Как только... И все тагетис. Да. Как только земля прогреется, это в первых числах июня, мы начинаем высаживать основную массу летних культур. И все наши клумбы, очень большое количество, больше 60 видов цветочной продукции будет высажено на клумбах. У нас на обслуживании 16,5 тысяч квадратных метров территории цветников. И которые нас будут радовать до поздней осени. А бывает такое? Практически до снега. Бывает такое, что вот вы высадили тюльпаны с осени, они сейчас отцвели, пришли собрать луковицы, а луковиц нет. Кто-то решил благоустроить свой двор в самом благоустроенном городе. Слава Богу, знаете, такие случаи очень редки. Жители, понимаете, когда кругом красота, они ее ценят и стараются ее сохранить. Это очень редкие случаи вандализма. И происходит это в основном с розами, с кустами роз. Но все-таки люди научились ценить и восхищаться красотой своего города. Если говорить о каких-то необычных видах озеленения, необычных видах вот этой зеленой красоты. На столбах есть горшочки, есть на Комсомольской горке возле пушек уже висячие. Это тоже ваша работа? Это все наша работа. Причем у нас цветники представлены очень многими видами. Это, как вы сказали, элементы вертикального озеленения, дуги, волны переката, стрижки. Мы делаем модульные всякие конструкции. Очень много. У нас более 115 конструкций, которые у нас в городе продемонстрированы. Но я вот, прежде всего, говоря об этом всем, такое есть во многих городах. Но говоря о изюминке нашего города, нельзя не сказать о ковровых портерах. Ведь это тот вид искусства, который нами сохранен и приумножен. Я имею в виду баскетные части площади Ленина, клумбы, которые около памятника Михаила Юрьевича Лермонтова. Это очень тяжелая, филигранная, это кропотливая работа, требующая не только знания, навыков. И безупречно ощущение со вкуса, терпения. Мы очень, мы порядка двух недель целой бригадой создаем эту клумбу около памятника Михаила Юрьевича Лермонтову. Но эффект того, мне кажется, достойный, того стоит. А вот я вот об этом как раз и хотел спросить. Есть ли какие-то уникальные штуки у Ставрополя? И бывает ли такое, что вы, путешествуя по другим городам нашей страны, может быть, и не только нашей страны смотрите, а вот это вот можно нам позаимствовать, это можно нам сделать, это тоже красиво, а это мы делаем лучше, например. Ну вот я то, что сказала, ковровые партеры, это, конечно, как персидские ковры. Я сколько вот не путешествовала по другим городам, в таком исполнении, честно говоря, я не видела. Может, меня кто-то поправит и покажет, я с удовольствием поеду перенять и их опыт. Но в таком исполнении я не видела. Что касается других городов, то очень популярная сейчас тема, которую мы намерены продолжать, потому что людям нашим очень нравится, судя по тому, как я проезжаю, я вижу, сколько людей фотографируется около наших топиарных фигур, да. Это, конечно, может быть, это не совсем то искусство, это искусственное топиаре, но это картинка, рядом с которой мы разбиваем точно так же цветники, которая привлекает взгляд. Вот здесь вы когда сказали о том, что наши жители города любят то, что он зеленый, то, что не воруют вот эти самые клубни и все остальное, корни, а велосипедисту мусор набросали. Он как-то за мусорку у нас первое время выполнял функции. Ну, это единичный случай. Я думаю, что это все люди... Я в интернете смотрела, все осуждают, все, конечно, недовольны, но это бывает... Ну, зато для будущих конструкций вам идея. Больше полые такие объемные вещи делать не нужно, потому что некоторые, видите, придумывают, что с ним сделать. Идеи вот этих фигур, кому приходят в голову, как они вообще приходят в голову, и как вы решаете, что вот в этом году мы сделаем жирафов, а в этом году мы сделаем велосипедистов, а в следующем еще кого-то платье, вот это самое. Вот вы знаете, некоторые фигуры, вот такие, как вы упомянули, жирафы, конечно, они есть и в других городах, и просто нам понравилась эта фигура, понравился мы ее... Почему не слон? Понимаете, я уже это когда-то озвучивала, что тогда был... Тогда был Ставропогродинный жирафов. Нет, не родинный. Слон у нас тоже есть, он будет выставлен в этом году, он уже выставлялся в прошлом году. Но тогда был, проходил город, день города под девизом «Город мечты, город счастья». И нам показалось, что вот... Жираф лучше всего олицетворяет. Жираф лучше всего олицетворяет, да. Послушай далеко-далеко на острове Чарты, заисканый бродит жираф. Почему-то нам это навеяло. Что касается, конечно, мы смотрим и в других городах, перенимаем опыт, но в последнее время мы очень много набросков сделали уже в этом году, у нас коллектив очень творческий. То есть будут еще какие-то фигуры в этом году? Будут обязательно, конечно, тем более год юбилейный, мы не можем не порадовать наших гостей и наших жителей еще какими-то новыми работами. Никакие секреты мы за весу тайны не приоткроем, или вы все просто не выбрали? У нас очень много наработок, мы хотим... Хотя бы где? Хотя бы где? Ну, конечно, Центр притяжения – это центральная часть города, где все гуляют, где происходят массовые торжественные мероприятия. И, конечно, скорее всего, будем, конечно, акценты делать опять там, где будут массовые гуляния. А заговорили о юбилее Дня города, какие-то сюрпризы, вот помимо этих фигур, еще ждут ли жителей города Ставрополя в День города или в преддверии Дня города? Ну, насколько я знаю, у нас планово будет реконструироваться вторая очередь Александровской площади. В прошлом году мы к Дню города первую часть... Это площадь у Ангела? Площадь у Ангела. Мы озеленяли первую часть, в этом году, думаю, будем осуществлять вторую. В юго-западном районе западный обход, там уже строится музей, тоже ждет, наверное, красивая парковая территория. Жители юго-западного особенно часто, они просят, чтобы им тоже что-то подарили. Вот такие подарки, наверное, будут. Ну, и, наверное, хочется пожелать побольше все-таки вот таких фигур, потому что мы сами видим по активности в социальных сетях, как только появляется какая-то такая интересная фигура, количество селфи просто зашкаливает. И получается так... Хэштегом Ставрополь. Много незнакомых слов для некоторых зрителей сейчас говорят. Получается так, что это как визитная карточка города. Уже заходишь, смотришь, если фотографируется, это Ставрополь, уже определяется. Конечно, будем стараться. Есть несколько видов профессий, несколько видов работ, которые радуют всех, кто бы не соприкасался. И одна из таких профессий – это ваша. Пусть она также продолжает радовать. Жители города и, наверное, главные гостей нашего города, чтобы они приезжали и уезжали с настроением вернуться сюда еще. Будем стараться. Мы для этого и созданы, чтобы радовать. Вам большое спасибо, что пришли к нам в гости. Ну, и отпускаем. Делайте же наш город зеленым, делайте же наш город цветущим. Спасибо. Спасибо за это. Я напомню, что это было актуальное интервью с директором МУП «Горзеленстрой» Ольгой Феликсовной Ктиторовой. Всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.